Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по трудным местам Священного Писания. И сегодня мы рассмотрим такой вопрос, что делать, если брат не хочет прощать брата. И мы будем отталкиваться от текста «Евангелие от Матфея, 5 глава, 23-24 стих». Я имею в виду ситуацию, когда вы ищете прощения у какого-то человека, а он не хочет вас прощать. Или вы даже не имеете доступа к нему, он не отвечает на звонки, а вы хотите примириться. Что делать в такой ситуации? Во-первых, об этой проблеме. Матфея, 5 глава, 23-24 стих. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Сложность этого текста здесь говорится о том, что не ты имеешь на брата, а брат имеет на тебя. Может быть, несправедливо. Но можешь ли ты приступать к жертвеннику? Например, для причастия, если вот такая ситуация, ты не примирился. Господь говорит, надо примириться с братом. Кирилл Александрийский, святитель, писал, «Поскольку тот, кто не любит брата своего, не любит Господа, то и Господь по справедливости не принимает его, когда он испытывает печаль брата, поскольку приступает к нему, то есть ко Христу, неистинно». Ну, кто-то может сказать, а человек абсолютно считает себя невидовным, и то, что его не любят, это несправедливо, он об этом знает. Но брат-то считает иначе, на тебя злится. И если ты любишь брата, ты должен любить брата, ты обязан пойти к нему и развеять вот это все недоумение. Блаженный Августин в трактате о Нагорной проповеди Господа пишет, «Таким образом, под жертвенником, находящимся в глубине храма Божия, мы можем духовно понимать саму веру нашу, образом которой является видимый жертвенник. Ибо какой бы дар мы ни принесли Богу, пророчествовали, учения, молитву, гимн, псалом или какой-либо иной духовный дар, который представился душе, он не может быть принят Богом, если не подкрепляется искренней верой и не утвержден в ней твердо и непоколебимо, чтобы то, что мы произносим, могло быть чистым и безупречным». Действительно, как во время литургии петь молитву Господню, Отче наш, где есть слова, «И остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должникам нашим». Например, если мы действительно виновны, и брат справедливо раздражается на наш счет. Что сказано в Писании? Послание к римлянам, 13, 8. «Не оставайтесь должными никому, ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон». Любящий другого исполнил закон. Очень важно, когда мы никому ничего не должны, кроме взаимной христианской любви. Блаженный Августин по этому поводу говорил, «Люби и делай, чего хочешь». Почему он так говорил? Потому что любовь – это и есть исполнение заповедей Бога. Как Господь говорит, «Любящий меня исполнит закон». Любящий ближнего выстраивает с ним отношения по закону Божию, потому что если он выстраивает греховные отношения с ближним, то это как минимум не любовь, потому что любой грех суицидален, он несет в себе семена разрушения личности. И если мы в такое порочное состояние, в такую порочную любовь кого-то притягиваем, это, конечно, беззаконие и грех. Давайте учиться никому ничего не быть должным, кроме взаимной христианской любви. Это очень важно, потому что иногда люди, которые как-то недоброжелательно относятся к нам, они в чем-то правы, потому что мы не повинились, мы не попросили у них прощения. Но при этом надо помнить о том, что если мы на кого-то все время обижаемся, а была ли у этого возможность, а была ли у этого человека возможность созвониться с нами, попросить прощения. Ибо мы можем так решительно оборвать все связи, что человек не может проявить духа сокрушения и сказать, прости меня, брат, и я тебя прощаю, в чем согрешил. Итак, друзья, подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать сообщения о новых передачах, беседах, и берегите себя. Прощайте, потому что мы все нуждаемся в прощении. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова